Я готов. Я готов, поэтому можно начинать с вопросов. Если вам будет по каким-то причинам удобнее, я сразу могу открыть свой экран, где у меня заготовлены для вас разные материалы. В частности, значит, список билетов, конспект курса и, если нужно, доска. Я предлагаю сначала пройтись по вопросам, потому что, если я правильно понимаю, участвуют в консультации и коллеги из ИТМО, соответственно, тогда это важно и для тех, и для других. Ну а потом, ближе к концу, мы уже обсудим какие-то детали с теми студентами, кто будет завтра сдавать экзамен. Поэтому, пожалуйста, вопросы. Мне кажется, что разумно их пытаться задавать в том порядке, в котором они в конспекте или в билетах, но могут быть и любые другие варианты. А что подразумевается во втором вопросе под примерами? Примеры, как написано в конспекте? Примеры, примеры волн и квазичастиц в кристаллах. Любые. Ну что-нибудь расскажите там, не знаю, про фононы. То есть вот та табличка, которую мы писали. Да, да, да. Ну, например, можно эту табличку привести. Можно что-то более подробно рассказать про какой-нибудь один тип волн. Например, про фононы или про электроны или про плазмоны, про что вам удобнее. То есть, например, я могу задать такой вопрос. Вот вы же уже знаете курс, поэтому, например, я могу сказать, ну хорошо, вот у вас есть фононы, скажите, пожалуйста, например, для акустических фононов. Чему равна их фазовая и чему равна их групповая скорость? Или то же самое для оптических фононов? И такой немного общий вопрос. Там, где у нас были примеры, но примеры не написаны в самом билете, их как бы лучше, ну их надо знать, да? Ну, лучше знать, конечно, потому что полезно же иметь возможность для любого физического эффекта, который мы изучаем, или для любого понятия, которое мы разбираем, иметь какой-то пример. И такой вопрос. Там у нас была большая таблица, там, где сейчас это... Если вы имеете в виду про... Симморфные и несимморфные группы и вообще про элементы теории. Я думаю, что я понимаю, что вы говорите. Это даже, может быть, еще до групп. Сейчас, сам бы хотел найти. Вот в тот момент, я думаю, когда мы начинаем изучать группы симметрии кристаллов, ну все, мне не найти ее. Где-то она есть, наверное, на одной из первых лекций. Я думаю, что вот эту таблицу вы имеете в виду, да? Да, я про нее. Вот, надо ли знать... Ну, понятно, что тут надо помнить, как называется, семейство Сингони, потому что это сам вопрос. А вот надо ли знать точечные группы и их буковки? Нет, это не обязательно. Эту таблицу вы можете попросить, чтобы она лежала перед глазами у вас, когда вы будете отвечать. А, даже так. Да, мне здесь важнее, я скажу вам, мне здесь важнее, чтобы вы понимали логику, которая есть при построении кристаллических систем, ну или там кристаллических семейств. То есть вот кубическая, откуда она берется, что вот эти базисные вектора одинаковые, углы по 90 градусов, ну и так далее. Вот это вот важнее, чем, значит, то, что вы, значит, там можете перепутать группу какую-нибудь D4H или D2H. Это не принципиально. Что может быть важнее, это то, что я, например, могу спросить, но такая задача была на домашнем задании. Вот, скажем, для, наверное, перед вашими глазами сейчас есть, ну вот, скажем, для объема центрированной кубической решетки, как выглядят базисные векторы трансляции. Хорошо. И вот у нас там есть теоремы, да, и есть всякие выводы, такие немного, даже много какие-нибудь выведены очень математически. Нам нужно знать вот этот вывод подробно или надо... Ну, здесь я, может быть, до конца не понимаю, что вы имеете в виду. Если вы имеете в виду теорему Бернсайда и ее следствия, вот это вот вы имеете в виду или что-то другое? Ну, она почти... там почти нет выводов таких математических прям в ней. Там дальше было сейчас. Ну, я думаю, что вот как бы... Ну, я, наверное, не буду сильно злобствовать, но какие-то вещи же легко доказываются. Например, формула 5.13. Пользуясь предыдущей формулой... Кстати, спасибо, по-моему, Максим подправил. Там h было пропущено в конспекте порядок группы. Ну вот, значит, ну вот это же легко получить. Да. Соотношение ортогональности, я понимаю, что вот это вот как бы условно первые три утверждения, вот они вот нетривиальные математические. Я, конечно, их доказательства требовать не буду. Дальше вот 5.12, 5.13 – это очень простые следствия. То же самое здесь с матричными элементами. Это как раз скорее уже понимание того, что происходит. Вот после того, как доказано соотношение ортогональности, в частности, показано, что если вы берете матрицы представлений, суммируете их по всем элементам группы, то вы либо получаете, ну, условно, единицу, но порядок группы, если у вас представление тождественное, либо вы получите ноль. Вот это вот как бы, по крайней мере, это можно понимать. Может быть, как бы вот это следует соотношению ортогональности. Доказывать соотношение ортогональности, доказывать формулу 5.11 не надо, но дальше-то понятно уже. Ну или то же самое, дальше давайте подействуем тогда на какую-то функцию. Тогда мы получим вот такой новый набор функций, преобразованных через матрицы. Дальше воспользуемся соотношением ортогональности. Приехали и, значит, сразу получили ноль или не ноль. Спасибо. И вот вопрос про ячейки. У нас есть там элементарные, принтюны и браве. Сейчас, значит, элементарные. Я думаю, что, значит, как бы было два понятия. Вот первое. Пролилепипед, построенный на любых базисных векторах, это элементарная ячейка. Это общее такое определение. И второе, что примитивной ячейкой мы называем элементарную ячейку минимального объема. Да, ну теперь немножко с решеткой браве. Она, если у нас один атом, то это просто, ну, как бы, не аж два, если у нас только водороды, допустим, да, то у нас это просто один атом будет в решетке браве. Ну вот, вот, вот любая картинка, вот рисунок один-один. Вот у вас одноатомная, простая одноатомная решетка, да. То у нас будет в решетке браве четыре атома? Нет, нет, конечно, один. Один только. Ага, хорошо. Конечно. А есть у нас два атома? Сейчас, вот давайте, хорошо, я давайте с одним поясню, ну, чтобы это как-то было, может быть, более очевидно. Я даже попробую нарисовать картинку, раз уж я тут все запустил. Значит, смотрите, вот на том рисунке, который был, вот есть, ну, на плоскости какая-то там решетка. Вот смотрите, во-первых, с одной стороны ясно следующее, что все узлы этой решетки… Все, работают не так, как я хочу. Во-первых, вот еще раз. Все узлы этой решетки получаются из заданного узла, вот из этого, комбинациями вот этих двух трансляций. Значит, вектор А1, вектор А2. И если я возьму любой вектор А, Н1 целая А1 плюс Н2 А2, то я могу получить любой узел этой решетки. Вы согласны? Поэтому эта решетка простая. Вот у меня есть один элемент в этой решетке, вот в данном случае вот этот вот узел. Давайте я его красным для простоты покрашу. И транслируя его на любые векторы трансляции, я получаю всю решетку. Можно сказать так, если вы хотите, это не самое красивое, не самое аккуратное действие, но так многие любят делать и многие любят говорить. Во-первых, вот можно выбрать элементарную ячейку. Я сейчас покажу двумя способами. Можно ее выбрать вот так даже. А можно выбрать ячейку вот так вот. Это тот же самый прямоугольник, только сдвинутый вот таким образом. Вот я думаю, что вот в этом во втором случае, который я отмечу римской цифрой 2, очевидно, что в элементарной ячейке или в примитивной даже ячейке находится один атом. Согласны? Да. Теперь можно задаться вопросом, а что будет вот с вариантом 1, который вот такой вот прямоугольничек? Ну ничего страшного, потому что здесь как бы я должен дорисовать еще такие прямоугольники, и тогда я условно увижу, что у меня вот этот вот мой красный атом, он принадлежит сразу четырем элементарным ячейкам. И этот атом принадлежит четырем, и этот атом принадлежит четырем, и этот атом принадлежит четырем. Поэтому есть четыре атома, но каждый из них только на четверть принадлежит данной ячейке. Я думаю, что вот это вот ответ на ваш вопрос. По крайней мере, по поводу того, сколько здесь, один или четыре. То же самое в простой кубической решетке. Вот у вас есть, значит, кубик. Я уж транслировать это все не буду. Ну вот вы взяли этот атом, и если вы достроите такие кубики еще вокруг него, ну вот вы получите, что все равно у вас будет один атом в элементарной ячейке, ничего страшного нет. А вот решетка и браве. Сейчас, секундочку. Так это и есть как бы решетка браве. Формально решетка браве, вообще ее можно определять без привязки к каким-либо атомам. Можно сказать, что решетка браве. Как я пишу? Вот так я, наверное, пишу в соответствии с современной орфографией. Да, решетка браве. Что это просто набор векторов а-энтых, которые есть n1, a1 плюс n2, a2 плюс n3, a3. a1, a2, a3 – это три любых некомпланарных вектора. Значит, это три любых вектора, которые могут осуществлять трансляции. Ну и так, чтобы они были независимые. Соответственно, раз они некомпланарные, то они независимые. n1, n2 и n3, как водятся целые числа. Ну и вот все. Можно сказать, что решетка браве – это набор таких векторов. Ну а дальше это вопрос геометрической интерпретации. Можно сказать, что вектор – это просто точка в пространстве. Поэтому решетка браве – это набор точек в пространстве, которые получены таким образом. Или, пожалуйста, можно как бы ассоциировать каждую точку с атомом или, как говорят, с группой, например, атомов. Тогда у вас, пожалуйста, у вас вот есть решетка браве, вот она у меня нарисована, опять же, здесь прямоугольная. А теперь смотрите, как я сделаю. Теперь я исхитрюсь, и теперь я скажу, что на самом деле у меня вот как бы каждый узел решетки – это не один атом, а атом, и еще вот у него выросли уши. Атом и еще вот два одинаковых уха. Атом и еще два одинаковых уха. Тогда решетка браве – это все равно набор положений вот этих вот атомов с ушами. Решетка браве не знает, что у атома есть уши. Вот есть какой-то структурный элемент, и вы его транслируете. И вот, значит, набор векторов трансляции – это и есть решетка браве. А полная кристаллическая решетка, она, значит, знает еще, что вот есть вот одно ухо, есть другое ухо, что у этого атома есть еще какие-то соседи. Ну вот, или в конспекте вот была картинка, вот, пожалуйста, вот два атома в элементарной ячейке. Ну или, как хотите, атом с ухом. Значит, решетка браве – это набор вот векторов А1, 2, А1, 3, А1 и так далее. В данном случае она одномерная. А вся кристаллическая решетка – это набор вот парточек, красных и синих. Вот твои уши, это вот вы представляете, как вот эти красные атомы, да? Ну, условно, да. Ну, потому что, если вы почитаете какой-нибудь учебник, особенно более старый, ну, там говорят так, что возьмем какой-нибудь структурный элемент. Вот, неважно, что это будут. Я помню, нам на лекциях по то ли теории симметрии, то ли по кристаллографии рассказывали, вот возьмем какую-нибудь звездочку, будем переносить эту звездочку. Вот набор точек, в которых находятся звездочки – это решетка браве. Теперь возьмем там две звездочки или звездочку и треугольничек, будем их переносить. Опять же, набор точек, которые определяют просто положение этой пары – это есть решетка браве. А уже вся кристаллическая решетка – это вот она знает, что там есть звездочка, у нее есть вторая там звездочка или точечка или еще что-то. То есть, иными словами, здесь очевидно, что в элементарной ячейке два атома, потому что никакой трансляции я не могу красный атом перевести в синий, они просто неэквивалентны. Но, с другой стороны, решетка Браве – это просто набор векторов трансляции, которые, если я возьму одну ячейку, которые дадут возможность мне получить все. То есть, если я возьму и сразу буду транслировать эту парочку атомов, красный и синий, я сразу получу всю кристаллическую решетку. Да, Анна, слушаю дальше. Еще у нас там мы периодически представляли, как вот такую. В каких случаях мы используем вот такую? Что вы имеете в виду такую? Ну, мы в конспекте писали на лекции, что у нас есть в синими атомами одна решетка Брава, а с красными другая решетка Брава. Да, вся кристаллическая решетка – это когда вот одна решетка Брава вложена. Да, да. Так это же одно и то же. А когда мы берем вот так две, и когда берем вот одну просто с ушами? Да, подождите, но это же одно и то же. Я же могу сказать так. Ну, хорошо. Давайте возьмем… Смотрите, давайте еще раз. Простой пример. Вот, смотрите, взяли одну решетку, простую одноатомную решетку. И вот у нее есть вектор трансляции А1. Так? Теперь я взял вторую одноатомную решетку из других атомов, но с тем же самым вектором трансляции А1. Так? И я могу рассмотреть теперь вот кристаллическую решетку, которая получилась из вот этих самых парочек атомов. Так что вот у меня в элементарной ячейке есть и такой более светлый, и более темный. Пожалуйста, я могу ее просто представлять как ячейку с базисом. Могу сказать, что смотрите, у меня есть две решетки Браве, а одна как бы условно вложена в другую. Но если я это транслирую уже на плоскости или на как бы в объеме, ну ясно же, что действительно у вас есть одна решетка, она просто вставлена в другую. Это одно и то же. Это просто разные визуальные образы. Вы можете пользоваться тем, которые вам больше подходят. Окей, спасибо. Так, продолжаем. Можно, возможно, это не самый принципиальный вопрос, но в теореме Бернсайда четвертый пункт. В теореме Бернсайда четвертый пункт. Одну секундочку, это я, наверное, довольно быстро открою теорема Бернсайда, Бернсайда-теорема. Да, четвертый пункт. Четвертый пункт этой теоремы, там мы берем А1, тождественное представление. Что такое тождественное преобразование, я понимаю, а тождественное представление, мне кажется, не очень очевидно. По крайней мере, я не нашла в конспекте определения. Я прошу прощения, если сейчас выяснится, что нету определения, то я его, во-первых, я помечу и добавлю, а во-вторых, значит, давайте сначала я так скажу, тождественное представление, вот, определение, есть страница 47. Каждому элементу группы сопоставлена единичная матрица размерности 1. Это самое главное, самое простое представление. Вот у любой группы, какую бы вы ни взяли, вы можете для нее сделать тождественное представление. Вы можете каждому элементу сопоставить единицу просто, тогда, конечно, правило перемножения будет выполнено. Обратный элемент, все будет работать. Это самое простое представление, оно всегда есть. Каждый элемент группы вы представляете тождественной матрицей. Значит, с точки зрения преобразования функций, понятно, что по этому преобразованию как бы преобразуются функции, которые на самом деле являются инвариантами, которые никак не меняются. То есть любое групповое преобразование соответствует просто умножению этой функции на единицу. То есть, например, в группе вращений, ну вот у вас есть инвариантная функция x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. Значит, просто расстояние, ну квадрат расстояние. Вот она преобразуется по тождественному представлению. Поэтому все есть, извините. Я не нашла в рукописном конспекте и пропустила здесь. Ничего страшного. Спасибо. Да не за что, давайте дальше. Так, можно я спрошу? Можно, конечно. Вот опять же там про представление. Мы говорили, есть свойства унитарности. Можно ли немного объяснить, как вообще это свойство получается? Потому что я, как математик, не кудышный, на самом деле. Я бы вот хотел... Нет, секунду. Значит, что вы имеете в виду? Формально, когда мы именно математически вводим понятие представления, мы говорим так, что матрицы представлений должны быть унитарными. Должна быть выполнена формула 4.11. Теперь, если мы хотим какие-то наводящие соображения, то они, по-моему, у нас были. Значит, мы говорим так, пусть у нас есть набор базисных функций. Попробую сказать их так. Теперь, при преобразовании координат, при преобразовании координат, ну, соответственно, меняются эти функции, и эти функции преобразуются друг через друга. Вот если это как бы мы хотим, чтобы это был базис представления. Ну, и, наверное, представление... Тогда эти преобразования должны сохранять нормировку. Поэтому как бы требование унитарности, оно естественно. Поэтому еще раз, если вы хотите формальный ответ такой, ниоткуда не берется. Это требование, это по определению так должно быть. А по физике дело ситуация простая. Очень плохо работать с унитарными матрицами, потому что они не сохраняют норму, они не сохраняют ортогональность между собственными функциями. А мы хотим, конечно, изучать такие преобразования, чтобы они были как бы эквивалентным представлением просто преобразованием базисов в гамильтониане. Вот у вас есть какой-то гамильтониан, у него есть базис, ну и все. Вы делаете унитарное преобразование, вы переходите к другому базису в этом гамильтониане. То же самое с представлениями групп. Вы делаете какое-то групповое преобразование, и вы из набора функций должны перейти в набор функций, которые, соответственно, обладают теми же ортонормированными свойствами, то есть теми же базисными свойствами. Насколько я знаю, вообще в теории групп говорится, что представления не должны быть унитарными, но также есть теоремы, которые утверждают, что все представления конечных групп эквивалентны унитарным, поэтому мы вполне можем выбрать все их унитарным. Ну хорошо, давайте так, я специально не хотел в это во все лезть, потому что вы меня можете легко поймать для группы трансляций, когда мы говорим, что мы делаем преобразование в трансляцию, ну там тоже унитарность есть, просто не единичные матрицы. Значит, я хочу представление вводить таким простым образом, я не хочу заниматься никаким доказательством, мне здесь это не нужно. Но вы правы, можно это делать на более глубоком теоретическом уровне, но можно делать по-другому. Я просто не знаю, вот раньше, мне кажется, студентам академического университета, по крайней мере, некоторым читался отдельный математический курс по теории представлений групп. Там были группы Ли и вообще все, что угодно, группа Лоренца, ну вот, они обычно, значит, все эти мои лекции, они считали, что все там очевидно, ничего не надо вообще делать, и было хорошо. Группа Ли была у нас на алгебре. Ну вот видите, значит, что-то должны знать. Хорошо, давайте дальше. Коллеги, не стесняйтесь, задавайте вопросы, можно двинуться сильно вперед. А может быть, сейчас увидимся, что у вас вопросов больше и нету, и хорошо, тогда разойдемся. Давайте тогда я спрошу примерно по тем же лекциям, чуть позже про правила отбора. Конечно, давайте. Правила отбора, это было близко, да. Да-да-да, говорите, показываю. Там, где мы разбирали пример с дипольным приближением, там получался вывод о том, что момент импульса должен измениться на единичку, вот формула внизу страницы. Да, да. Почему он не может на ноль измениться? Сказалось, мы сразу складываем три момента? Да. Хорошее замечание, значит, потому что есть четность. Я про это, может быть, не очень четко или не очень внятно сказал на лекциях. Значит, смотрите, у вас для орбитальных функций, для обычных, которые как бы не спиноры, а мы сейчас изучаем самую простую ситуацию, у вас четность L связана с четностью функций. Ну, иными словами, вы это лучше меня понимаете, но иными словами так, состояние с L равным 1, типа x, y, z, они еще и нечетны по отношению к пространственной инверсии. А состояние, например, с L равным 2, они четны по отношению к пространственной инверсии. То есть, как бы у вас сразу, поскольку эти все функции, это просто есть функции, какие-то координат, то у вас автоматически будет выполняться четность, и как бы это просто функция x, y, z, у вас автоматически четность прибита к L. Поэтому, действительно, вы могли бы сказать, а почему не ноль? Почему изменение не может быть на ноль? Но при изменении на ноль не выполнится правило по четности. Поэтому вот здесь написано, S, E, S, F должны быть разного знака, и, может быть, не написано, но подразумевалось, что это означает, что L, E и L, F должны отличаться на несчетное число. Да, спасибо. Не за что. Давайте дальше. У меня вопрос, кстати, здесь же. Давайте. Мы на лекции писали тензор на D1 с минусом, на D, L, E, S, E, на D, L, F, S, F равно D0 с плюсиком. Если вот ноликон понятен, то почему D с плюсиком будет? Ну, потому что инвариантное или тождественное представление D0 плюс, оно же A1 в обозначениях, которые там были более ранние и более общие, конечно, эта функция четная по отношению к пространственной версии. Эта функция вообще не меняется ни при каких преобразованиях. Поэтому с плюсиком. Спасибо. У меня вопрос по примерам. Вот, например, тот же вопрос 8, где теорема Бернсайда, правила отбора, и там написано «пример предложить самостоятельно». Но в конспекте у нас есть как минимум два примера. Ну, воспользуйтесь примером из конспекта, если вам проще. Я совершенно… Я забуду уже то, что в конспекте. Эрика, поймите, я с трудом-то помню, что я написал вчера, а вы хотите, чтобы я помнил то, что я вам читал в начале семестра. Но приведите пример из конспекта. Если вы можете предложить что-то самостоятельно, хорошо. Это же… Я не скажу, что «Ой, вы приводите пример из конспекта, это плохо». Вы привели пример? «Замечательно». Если вам потребуются какие-то свойства группы, но вы захотите разобрать какую-то группу, пожалуйста, эти материалы будут вам либо предоставлены, либо вы просто в интернете откроете там те таблички, которые у нас были там, или те ссылки, которые были там в домашнем задании, и посмотрите. Нет проблемы. Хуже будет, если вы вообще не сможете привести пример. Вот тогда я скажу, ну хорошо, разберите правила отбора вот в такой точечной группе. И вот это вот, ну просто вас может поставить в тупик, потому что нужно будет решать задачу. Поэтому лучше, конечно, примеры какие-то иметь. Но опять же, я повторяю, что для студентов, может быть, я нечетко это говорил, и сейчас, может быть, не лучшее время, но для студентов, по крайней мере, академического университета, у нас правило такое. Пока вы готовитесь к экзамену, вы можете пользоваться всем, чем угодно. Поэтому, конечно, вы почитаете и конспекты, я надеюсь, еще что-то, и примеры у вас будут под рукой. Да, опять же, если вы перепутаете буквы, которыми обозначаются представления, вот вы скажете, вот в примере, например, точечную группу CS, вы скажете, что там есть два представления всего, вы знаете, что есть два. Значит, либо инвариант по отношению к… ну, тождественное, и второе представление, которое меняет знак при отражении плоскости. Вот неважно, вы их обозначите А штрих и А два штриха, или вы их назовете А1 и А2, или вы скажете, что это представления там P1 и P2, или D1 и D2, мне не важно, как вы их назовете. Важно то, чтобы вы понимали, что в этой группе, помимо тождественного, есть один только элемент симметрии, значит, представлений всего будет два, и вот эти представления, они устроены очень простым образом. И в этом примере как бы можно либо формально перемножить представление и увидеть правила отбора, либо можно это сообразить по физике. Смотрите, одна функция меняет знак при отражении, другая не меняет, интеграл должен быть инвариантом, поэтому, значит, под интегральное выражение должно быть инвариантно, ну, поэтому вот так или не так. И еще один вопрос, тоже вот скорее уточняющий. В некоторых местах электронного конспекта дается ссылка, так сказать, подробный математический аппарат изложен в такой-то книге, или мы при разборе этого явления опираемся на такую-то книгу. Вот нужно ли будет, чтобы сформулировать хороший ответ, вернее, необходимо ли, чтобы ответ был достаточно точным, опираться не только на конспект, но еще и на указанную книгу? А сами как думаете? Извините, что я провокационный вопрос задаю. Просто у меня есть подозрение, что нужно, и поэтому я уточняю. Ну, значит, ситуация следующая. Я не буду требовать математических выводов, которых не было в конспекте. Вот, ну, не буду, все. Значит, я могу, может быть, спросить, я могу представить себе такую задачу, что либо какая-то довольно тривиальная вещь, ну, или совсем тривиальная вещь, я просто про это не рассказал, и я тогда могу в качестве дополнительной задачи вам предложить, ну, вот если вопрос будет там оценку 4 или 5 ставить. Либо я могу единственное, что спросить, чего, например, не было в конспекте доказательства, но было в домашних заданиях. Пример оси симметрии, которые совместимы с трансляцией. В конспекте не было, я думаю, что в конспекте есть отсылка к книжке Бира и Пикуса, где есть полное доказательство, красивое, подробное, вы можете его посмотреть, но ничего там сложного нет. Ну, или у вас эта задача была в домашних заданиях, вы могли ее просто решить сами и решить там, например, можно, по-моему, в домашних заданиях там даже была более простая вещь с точки зрения того, что рассматривалась только двумерная группа, значит, преобразования, которые как бы плоско не выводят из себя. Ну, хорошо, вот это вот я могу вас спросить, но просто потому, что у вас это фактически было. А там, не знаю, доказательства какой-нибудь там сходимости метода хард-рифока или метода функционала плотности, значит, теорему там кона-шема, конечно, я требовать доказательства не буду. Я и сам-то это в условиях экзамена не соображу, а от вас тоже, хоть вы и моложе, и лучше меня соображаете, но не буду требовать и этого, и все. Но, конечно, хорошо бы, если при подготовке к экзамену вы бы почитали еще какие-то книжки, у вас была бы более правильная картина мира, потому что я рассказываю что-то, что, ну, мне кажется, вот так вот удобно излагать, и я к этому как-то пришел. Но это, во-первых, не означает, что это единственный правильный способ изложения, есть другие варианты рассказа. И, во-вторых, что в других книжках, ну, может быть, какие-то акценты смещены, ну, или вообще там что-то написано более ясно, что-то написано более подробно. Поэтому я не знаю, я бы на вашем месте, конечно, почитал бы что-то. Тем более, ну, вот вас сколько-то будет сдавать человек? Совсем немного. Времени на подготовку будет достаточно, и даже если вы чего-то не дочитали сейчас дома, ну, вот, по крайней мере, по тому билету, который у вас есть, проглядите еще там, не знаю, уничебник Ансельмы, или там книжку Бироэпикуса, или там книжку Анималу. Ну, то, что у вас есть под рукой, то, что вы можете найти в интернете. Википедию, кстати, можно иногда посмотреть. Да, давайте дальше двигаться. Я, если что, через час хочу закончить. Вот, в 13.34 я хочу закончить. Вот по десятому вопросу. Модули всестороннего сжатия. Десятый вопрос. Модули всестороннего сжатия и сдвига. У нас был в конспекте, например, как модуль Юнга, коэффициент Пуассона, надо ли о них рассказывать. И у нас еще был кубический кристалл, надо ли его приводить. Значит, по-моему, я упростил вам жизнь. Значит, вы видите, что я убрал из билетов про кубический кристалл. Ну, как бы этого нет. У них в 10, ни в 11 билете этого не было. Значит, если у кого-то сохранились какие-то тайные билеты прошлых лет, там это было. Я это решил упростить в этот раз. Я решил это убрать. Что обязательно нужно? Чтобы я сказал, что ответ хороший, ну, как бы с претензией на то, чтобы я покивал и отстал от вас. Значит, это разбор. Изотропного случая Анализ картинки 7.2 Анализ с точки зрения симметрии того, что бывают вот две связи, которые написаны в формуле 7.13. Связь между следами тензоров сигма и у и связь между нетривиальными комбинациями, которые являются истинными неприводимыми тензорами второго ранга. И, значит, вот два модуля К и мю. И способ записи энергии через К и мю. В принципе, вот что я могу вас попросить сделать, это вывести из формулы, условно там, вывести второе равенство 7.14 из первого равенства формулы 7.14. Дальше вы можете сказать, что вот есть такие буквы, ну, соответственно, то есть у вас тогда появится вместо буквы К еще вот коэффициент лямбда. Теперь вы можете сказать, что вы просто не помните этих громоздких формул, что есть модуль Юнга, есть модуль коэффициент Пауссона, Сидма. Значит, если попросите, значит, например, мы подглядим формулы, но полезно иметь в виду, что, по крайней мере, эти две буквы, они обладают некоторым понятным физическим смыслом. Вот модуль Юнга и коэффициент Пауссона. Модуль Юнга, у вас есть условно стержень, что-нибудь, чтобы не сломать, стержень, вы его там растягиваете и вот это вот, он вам дает, значит, растяжение стержня в зависимости от приложенной силы, соответственно, ну, или наоборот, силу, возвращающуюся в зависимости от растяжения, вот это вот формула УЗЗП на Е. А коэффициент Пауссона, вот он вот дает такую вещь, тоже физически простую, понятно. Как переписать, значит, одно, другое через, значит, эти самые модули, это не важно, если это потребуется, например, где-то при выводе дисперсии звука, мы просто подсмотрим в конспект. Я могу спросить, вот мне это нравится про аукс-этики, я могу спросить, бывают ли тела, у которых сигма меньше нуля. Полезно вот понимать, конечно, вот эти вот условия устойчивости, ну, вот на уровне, опять же, формулы 7-14, вот это вот очевидно, что буквы К и Мю должны быть положительные. Есть вопрос по анализу функции отклика по примерам. Анализ функции отклика примера, да, пожалуйста, вы пока задавайте, я открою. Да, в одном примере говорится, что компоненты вектора соответствуют одному и тому же представлению, и, соответственно, они связаны одной, я думаю, что это вот имеется в виду проводимость в группе, в которой есть вращение инверсии, да? Да. Вот они связаны, каждый компонент связан одним и тем же представлением, одна константа. Да. В второй пример, тоже все компоненты связаны одним представлением, но почему-то три константы. Потому что, смотрите, в первом примере представление трехмерное, в нем три базисных функции x, y, z. Или, что то же самое, сейчас я попробую это, секундочку. Или, что то же самое, значит, вот меня интересует наш закон Ома, jα, это есть σαβ, eβ. И в группе KH компоненты поля ex, ey, ez, вот эти вот три буквы. Как три компоненты вектора. Они образуют базис представления d1-. Они нечетные по отношению к инверсии, и они преобразуются как компоненты вектора. Другой пример базисных функций, например, x, y, z, или любой другой три компоненты вектора, y, x, y, z. Они преобразуются по одному и тому же представлению, и тогда они могут быть связаны только одной константой. А именно, jx, это есть σ на e, x, y, y, это есть σ на e, y, и jz, это есть σ на e, z. Но дело в том, что если я выполню любой поворот, то у меня e, x перейдет в какую-то соответствующую комбинацию e, x, y, e, z, и ровно jx перейдет в такую же комбинацию комбинацию y, x, y, y, z. Поэтому коэффициент один. А вот в группе, которую сейчас я открою, чтобы мне не ошибиться, значит, в точечной группе s2, которая, если я правильно понимаю, содержит тождественные элементы только и инверсию, у меня есть представление a-, и это одномерное представление. Поэтому примером и базисных функций являются y, x, e, x, e, y, e, z. Они все независимые. y, y, z. Поэтому, в принципе, я могу написать так. У меня при, значит, условно, σx, x, e, x плюс σy, прошу прощения, x, y, e, y плюс σx, z, e, z. И вот, смотрите, в этой группе, значит, два элемента – тождественные и инверсия. Проверяем. Если я действую тождественным элементом, у меня y, x не меняется, e, x не меняется, e, y не меняется, e, z не меняется. Формула работает. Все выполнено. Теперь действую инверсией. y, x поменял знак, e, x поменял знак, e, y поменял знак, e, z поменял знак. И правая и левая части формулы поменяли знак, значит, опять же, формула сохраняется. Все. Мы видим, что вот это вот выражение, оно инвариантно относительно любых точечных преобразований. Ну, вот в группе S2. Вот в такой группе, значит, в которой есть всего два элемента. Ладно. Хорошо, я увидел разницу. Спасибо. Да, давайте дальше, пожалуйста. У меня по пятнадцатому вопросу есть. Если у кого-то есть до, то можно. У кого-нибудь есть до пятнадцатого вопроса, до электронного спектра в кристалле? Да, я бы хотел быстренько уточнить. Пожалуйста, Максим. В элементах теории упругости относительно изменения объема… Дивергенция U. Да, извините, я вас перебил. Ну, в общем, там след матрицы U и G – это и есть относительно изменения объема. А почему? Ну да. Что? Почему так? А то я что-то не очень понимаю. Пум-пурум-пурум-пурум. Вы меня ставите в тупик. Значит, секундочку. Секундочку. Сейчас. Сейчас все будет. Ой, прошу прощения. Что-то произошло у меня. Все хорошо. Домашнее задание. Как вы думаете, какое это домашнее задание? Было второе или третье? Я думаю, что второе. Давайте сразу откроем разбор задач. Сейчас посмотрим. Нет, не похоже. Значит, третье. Может, это было в контрольной работе? Нет. Ну, хорошо. Значит, либо вы найдете сами это в домашнем задании. Значит, ну, либо давайте сейчас попробуем разобраться. Вот смотрите. Есть изменение элемента длины. Так? Вы можете попробовать написать изменение объема тела через изменение элементов длины. Вот у вас был условный кубик. Маленький. И у вас точка X перешла... Ну, точка с координатами R перешла в R плюс U от R. Значит, этот кубик куда-то сместился и как-то деформировался. Вот можете ли вы написать изменение его объема либо через компоненты вектора U, либо сразу через компоненты тензора U. U, T, S, G, T. Если нет, я вам покажу. Вот сейчас я открою книжку «Теорию упругости» Ландау и Лившица. Седьмой том. Я просто покажу, где это есть, и вы эту выкладку проработаете. Чего мне сейчас мучиться. Мне почему-то казалось, что это было то ли на какой-то контрольной работе, то ли на каком-то из домашних заданий. Но, может, так что-то получилось, что что-то… Почему-то, извините, у меня все тормозит сегодня. То ли из-за зума, то ли еще из-за чего-то. Ну вот. Я думаю, что прямо вот там, где тензор деформации введен. Ну вот всякие эти формулы у нас с вами были. Мне кажется, полезная формула такая. Нужно привести тензор деформации к главным осям. Тогда вот так вот. И дальше вот… Тут есть ответ. Мне кажется, вот сейчас мы найдем это. Вот изменение элемента объема. Вот смотрите, какая простая формула есть. В общем, я предлагаю вам либо проработать вот этот вот кусочек в соответствующем параграфе Ландауа Лившица, либо найти этот ответ то ли было в контрольной работе, то ли в домашнем задании, либо, значит, получить самому. Ну, самое простое – это, значит, взять в качестве осей, вот это вот здесь написано, главные оси тензора деформации. Вот вы это, если берете, у вас все легко получится. Если нет, ну, там будет какая-то безумно громоздкая формула, но тоже можно справиться, но так проще. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Слушай, я могу 15 вопрос, да? Ну, давайте мы сейчас еще раз громогласно спросим, есть ли у кого-нибудь до 15 вопроса? Нет, ну, пожалуйста, 15 вопрос. У нас там была теорема Блохо, да, и мы потом выводили функции Блохо, как бы показывали, как их можно вывести, и говорили в конце, что это как бы метод плоских волн. Надо ли это рассказывать? Ну, как вам? Что вам сказать? Как я понимаю, метод плоских волн был примером того, как мы можем вывести функции Блохо. Ну, пожалуйста, значит, я вас, наверное, услышал. Действительно, если вы возьмете какой-нибудь учебник по физике, не знаю, там, конденсированных сред или по физике твердых тел, то вы найдете и такое доказательство теоремы Блохо тоже. Возьмем потенциал, разложим этот потенциал по векторам обратной решетки, подставим в уравнение Шрёдингера туда-сюда, ну и как бы у вас теоремы Блохо появятся. То есть вы автоматически получите то, что у вас потенциал рассеивает только на линейные комбинации векторов обратной решетки, ну а тогда любую волновую функцию вы можете стартовать с плоской волны, с каким-то волновым вектором k. Ну и, значит, тогда у вас будут k плюс всевозможные векторы обратной решетки. Тогда, если вы e в степени kr вынесете, то все остальное – это будет периодическая функция. В этом смысле вы правы, конечно, вот какую-нибудь там формулу типа 11-14 можно рассматривать как доказательство теоремы Блохо. Но на самом деле метод плоских волн, он используется, конечно, не с каким-то настоящим точным периодическим потенциалом, который вообще неизвестно, как определять. А, например, в методе псевдопотенциала, когда у вас v от r фактически упрощен, я про это немножко говорил, я говорил, что вот, может быть, словами я не уверен, что это у меня есть в конспекте. Я говорил, что иногда вот как бы… Попробую, значит, еще раз поговорить с эти слова. Значит, вы взяли потенциал, и вы по каким-то причинам считаете, что хорошо взять такое приближение, что у вас просто потенциал взаимодействия электрона с атомами, который в решетке уже стоит, это есть просто сумма индивидуальных потенциалов взаимодействия электрона с данным атомом. Такое как бы одноэлектронное приближение для каждого атома. И вы начинаете рассчитывать волновые функции электрона. И, в принципе, все было бы хорошо, только волновые функции электрона вблизи данного атома, они очень сильно осциллируют, потому что у вас там клоновское взаимодействие большое, значит, это состояние с какой-то энергией, ну и поэтому ясно, что там есть осцилляция. Ну, типичный случай, что вы не изучаете 1С электрон, а вы изучаете там, не знаю, 3С или 3П электроны, они уже достаточно сильно эти волновые функции осциллируют. И, кроме того, хорошо бы сделать так, чтобы эти волновые функции, которые вы изучаете, уже автоматически были ортогональны волновым функциям глубоких электронов по атоме, про которые вам бы думать не очень хотелось при изучении, скажем, зоны проводимости или валентной зоны какого-нибудь интересующего вас соединения. И тогда вы потенциал V от R, как бы настоящий, заменяете на псевдопотенциал такой, чтобы он давал правильные энергии и правильные волновые функции более-менее между атомами, а чтобы внутри атомов вот всех этих проблем с быстрыми осцилляциями не было. И тогда этот метод плоских волн, значит, он работает очень хорошо, и просто вы раскладываете, там, не знаю, ну, вам, может быть, десятка плоских волн хватит для того, чтобы очень прилично описать спектр во всей зоне Брюллена. Поэтому, ну, как бы ничего тут же сложного нету, но вы можете про него рассказать и не рассказывать про какой-то другой метод. Можете, наоборот, рассказать что-то другое, просто упомянуть, что, в принципе, никто вам не запрещает волновую функцию расположить на плоским волнам, и все, и найти решение уравнения Шеттингера. Немножко отвлекаясь, я хочу сказать, что вот когда я был примерно в вашем возрасте, значит, мне было поручено разобраться как раз с таким эмпирическим методом псевдопотенциала, ну, и вот я помню, что я написал на компьютере программу, там пользуясь всякими статьями и книжками, как рассчитать спектр Арсения Дегаля вот в методе псевдопотенциала. Ну, и там действительно очень маленького количества плоских волн хватило для того, чтобы получить картинку, которая очень прилично соответствовала другим расчетам. В этом смысле это такая несложная задача, и было бы у нас, например, курсовые проекты, может быть, кому-то такой бы курсовик достался. Дальше. Ну, там, может, такой дурацкий вопрос. КП метод теории возрасте ощущения, это же, он же метод эффективных масс, да? Он же метод эффективной массы, он же метод эффективного гамильтаниана, как угодно его называйте. Значит, то есть вот лекция называется так широко метод эффективной массы. Значит, а дальше вот формально говоря, КП метод теории возмущения, это то, что вот сделано вот здесь, когда мы взяли Блоховскую функцию при произвольном К и разложили его по Блоховским функциям вблизи того, ну, при том К, который нас, вблизи которого нас окрестность интересует. Ну, вот в данном случае, скажем, вблизи гамма-точки, вблизи центра зоны Брюлена, значит, вблизи К равного нулю. Но можно это делать вблизи любой другой точке зоны Брюлена, которая нам была бы интересна. И вот вы разложили, вот есть коэффициенты разложения С, там, Н или СН штрихованные. Ну, и вот получается система уравнений на эти коэффициенты, в которой как бы в качестве возмущения выступает оператор К умножить на П с множителем H поделить на М0. Вот это вот называется КП метод теории возмущения, если вы хотите совсем строго. Соответственно, полученный гамильтаниан называется КП гамильтанианом, по-моему, это значит, было ли эффективным гамильтанианом. Матрица называется КП гамильтанианом. В общем, вот да. И самый простой вариант КП метода, это когда у вас посматривается просто метод эффективной массы. Вы выделили одну энергетическую зону, все остальные учли по теории возмущений второго порядка. И тогда у вас уже нет гамильтаниана как такового. У вас осталась только одна Блоховская функция. Просто есть закон дисперсии. Е от К, вот он здесь приведен. И еще выражение для компонентов тензора обратных эффективных масс, это там, где мы писали, 1 поделить на М альфа Б, это равняется большому нестрашному. Да, вот, пожалуйста. У меня тогда вопросы только такие по поводу завтрашнего экзамена. Хорошо, давайте сейчас подождем, чтобы, может быть, у кого-то другого есть еще вопросы по существу. Спасибо. Спасибо. А коли мы рядом, вот там есть формула 12.15. 12.15, да. 12.14, я волнуюсь. Да. Вот. Как-то... Я, конечно, правая часть там стала единичкой просто из ортогональности, а слева там, видимо, дельта от n, n штрих, или я не очень понимаю, кто это иначе. Сейчас. Последовательно. Значит, может быть всякое. В частности, могут быть просто опечатки. Ну, не говоря уже о моих глупостях каких-то. Значит, вот с этой формулой, я думаю, вы согласны. Да. Так, теперь, что я хочу сделать? Я уже забыл, что. Я хочу умножить на коэффициент. Там предлагается умножить на сопряженное на n штрих-штрих и просуммировать. Сейчас. Я только бы еще сообразил, что я делаю. Хорошо. Сейчас. Давайте я сначала пойму, чего мы хотим. Значит, у меня есть гамильтониан h, который действует на столбец. Я прошу прощения. У меня что-то, видимо, подвисло. Я не знаю, что. Сейчас очень плохо, очень все тормозит. Может, так лучше будет. который действует на некоторый столбец c, h зависит от k. e на столбец c. Теперь, если я возьму два столбца, давайте пока более аккуратно я сформулирую. Значит, есть какие-то собственные столбцы c и t, и есть вот так вот. Захар, согласны? Да. c и t, это значит столбец из коэффициентов. c первый и t, c второй и t, c энтый и t, и так далее. Значит, теперь, видимо, что я хочу сделать? Я хочу взять в таком состоянии и вычислить среднее значение энергии. e и t, это есть c и t, h c и t. С этим утверждением, наверное, вы не спорите. Да, да. Теперь, h имеет такой вид. h в квадрате на 2m0k в квадрате плюс e, значит, матричные элементы, h, n, n, штрих, e, n, t от 0, delta n, n, штрих. Так? Да, и kp член. И kp член. h на m0kp, n, n штрих. Теперь я вот действую справа и слева таким столбцом. Тогда, значит, я вижу, что e и t, это есть сумма по n и n штрих, c и t, c, извините, например, n штрихованная и t сопряженная, h, ну вот прошу прощения, сейчас я с индексами постараюсь не запутаться, h, n, n, n штрих, c, n штрихованная и t. С этим вы согласны? Да. Тогда сейчас исправим сразу конспект. Сумма по n и n штрих. cn и t сопряженная, cn штрихованная и t, член, который диагональный, плюс h на m0, ну, я сумму писать не буду пока вот так вот, k, k, p, я прошу прощения, снова что тормозит, n, n штрих. Захар, пока согласны? Добрый день, да. Ну, теперь мне кажется так, что первый член, я в нём сумму вообще могу одну выкинуть, у меня останется cnit по модулю в квадрате h в квадрате k в квадрате на 2m0 плюс e nt от нуля. Сравниваем пока с тем, что в конспекте, может, там уже чушь. Видимо, у меня основные проблемы были с тем, что в одном случае, условно, в правой части e n это вот то, что у нас i, а в левой части n это не индекс номера зоны. Да, я согласен, я вас понял, Захар. Ну, значит, всё, ответ такой. Я думаю, что вот эту формулу 2, 12, 15 мы получили, но, значит, как бы и второй член есть с двойной суммой n и n' и так далее. Я согласен, что мне нужно индексы, которые нумеруют зоны, явно вписать в коэффициенты. Всё, это разные индексы? Это разные индексы, да, это разные индексы. Я прошу прощения. Я вот понял, что вот это вот было написано неаккуратно. Значит, на всякий случай, ещё раз для всех. Значит, мы рассматриваем какую-то фиксированную зону n, и поэтому у нас индексы, которые с буквами n2' и n', они относятся к этой заданной зоне n. Поэтому вот как бы и нет суммирования по индексу n. Здесь c – это уже не столбец, а число. Что? То есть здесь c – это уже не столбец, а число. Здесь c – это число, да. Понятно, спасибо. Да, пожалуйста, давайте тогда дальше. На самом деле я хочу сказать, что вот конкретно это место я потом понял в конспекте, что может быть вообще проще делать так, как написано. То есть, собственно, это и проделано, но просто, значит, это утверждение, извините, оно прямо тут в сноске есть. Что просто у меня есть гаммельтинян, он зависит как от как, как от параметра. И поэтому вот есть теорема о дифференцировании гаммельтиняна по параметру. Поэтому, в принципе, я вообще могу ни о чём не думать. Так, пожалуйста, ещё вопросы. Ну что, я правильно понимаю, что больше вопросов пока нет? Ну что ж, тогда мы переходим ко второй части консультации, которая, скорее всего, имеет отношение к студентам академического университета. В общем, я не знаю, коллеги из ЭТМО могут послушать и потом пытаться как-то воздействовать на своих преподавателей, но можете и не слушать, это уже ваше дело. Значит, я предлагаю провести экзамен так, как мы его проводили раньше. Значит, а именно, вы получаете билет и готовитесь. Готовиться можно пользуясь всем, чем угодно. Значит, подготовившись, вы идёте отвечать. Идёте отвечать с чистым листочком, на нём ничего не должно быть написано. Но, как я уже упоминал, всякие громоздкие формулы, таблицы, какие-то выводы, соотношения можно будет посмотреть в конспекте. Просто конспект будет лежать в каком-то виде распечатанном на столе. Но если этой распечатки не хватит, откроем в компьютер, посмотрим более свежую версию. Значит, я обычно стараюсь чуть-чуть поспрашивать по билету и задаю один-два вопроса в сторону. Иногда это почти не требуется. Иногда это требуется. Значит, я предлагаю сразу, можно не вытягивая, можно хоть сегодня получить тройку на экзамене без, так сказать, вестов, без не вытягивая ни билета, ничего. Единственное ограничение, что я потом откажусь вам написать рекомендацию, если это вдруг потребуется. Иногда это бывает, иногда у меня кто-то их просит, эти рекомендации. Ну вот, значит, при наличии такой тройки можно просто не просить. Если какая-то ситуация пограничная, я могу предложить всегда задачу разной степени, значит, дикости, сложности и так далее. Ну, значит, вот, если совсем беда, значит, кто-то сдает мне на двойку, а хочет пятерку, значит, будет сложнее. Если все просто, ну и какая-то, значит, мелкая вещь, иногда я просто усаживаю обратно на место и говорю, ну вот, разберитесь с этим там или решайте, доделайте. Собственно, я не знаю, какие еще вопросы могут быть, кроме одного, значит, технического вопроса о том, как мы с вами организуем подготовку и сдачу. Если просто есть сейчас вот вопросы, потому что я пафосно долго говорил, я могу... Может, у меня еще один уточняющий вопрос? Да, конечно. Да, вопрос есть. Вот мы вытаскиваем билет. А сколько вопросов из списка вопросов в билете? Один. Ну, раньше вас давало экзамен там 15 человек, поэтому, значит, было 20 билетов и было хорошо. Значит, сейчас отыграться на вас только просто потому, что вас мало, и, значит, поэтому объедините. Давайте теперь три вопроса в билете. Не будет такого в билете, один вопрос. Вот список билетов есть, вот он. То есть из того списка, что нам был дан, каждый будет вытягивать один билет, правильно? Да, вот я их постараюсь, например, вот мы сейчас обсудим. Значит, есть два варианта. Либо вариант такой, действительно, как это, без электронных средств. То есть просто я вот распечатаю, как я это раньше делал, значит, эти билеты, эту страничку разрежу на такие полосочки, положу их в перевернутом виде на стол. Вот в 10 утра у нас начинается экзамен. Вы приходите, вытягиваете одну бумажку, садитесь, готовитесь. Значит, готовитесь час. Ну, значит, вот час прошел, я имею право любого из вас вынать отмечать. Обычно уже минут через 30 кто-нибудь готов идти, и обычно тот, кто немножко подготовился, первый человек сдает нормально. Я буду принимать один, в этот раз, значит, Марина Александровна не будет в этом участвовать, но вас просто мало. Есть другой вариант. Одну секунду. Есть другой вариант. В принципе, значит, он тоже, я считаю, что он вполне допустим. Я могу предложить вам вытянуть билеты электронно. Мы так делали, когда сдавался экзамен через Zoom. Что это означает? Я открываю у себя на экране в компьютере окно с математикой, с генератором случайных чисел. И генерируется случайное число каждому, значит, от 1 до 20. Значит, это число, если оно вдруг случайно совпало с каким-то предыдущим, ну, значит, мы это число откидываем, генерируем еще раз. Ну, а так вы получаете номер билета. Значит, это что позволит сделать, в принципе? Это позволит, например, билеты вам вытянуть в те же самые 10 утра, ну, а начать сдавать где-то всем условно в 12. Я просто тогда смогу билеты вам раздать, там, не знаю, находясь на даче. Потом, пока я доеду до города, я вот в 12 где-то, ну, может быть, чуть-чуть раньше появлюсь в ноте. Это просто как вам удобно. Вы получите больше времени на подготовку, но, значит, вот есть это электронное действие, которое, как, значит, я не знаю, всякий раз кто-то может ему не очень доверять, во-первых. Во-вторых, ну, кто-то может опасаться сбоя. И тоже я захочу там, не знаю, от 10 до 10.05, чтобы вам выдали все 6 билетов, а кто-то обязательно захочет включиться в 10.20, когда я уже буду либо грузиться в машину, либо, что еще хуже, ехать по дороге. Поэтому, смотрите, мне несложно. Я могу просто в 10 приехать и все, значит, обычным механическим образом. Нам, наверное, все равно, в общем-то. Ну, слушайте, давайте тогда так. Давайте просто тогда в 10 начнем, как обычно. Мы встретимся там в аудитории, в нашей обычной лекционной, и все, и, значит, будем тянуть билеты и будем потом сдавать экзамен. Хорошо. Есть ли еще вопросы? Хорошо. Я все, я еще раз повторяю, значит, опять же, это какие-то наши внутренние разборки, но тем не менее, значит, вот у меня те ведомости, которые есть, в них только 3 человека должны сдавать экзамен. И, значит, как бы остальным зачеты я вот уже... Какие 3 человека экзамен сдают? 3 человека, но я же писал вам. Значит, Карпова, Шошмина и Райковку. Вот все остальные экзамены сдавать мне должны. Ну, экзамен или зачет с оценкой? Там зачет с оценкой сказали, что нанотехнологи тоже должны, потому что учебное дело... Эрика, все нормально. Вы можете сдавать экзамен, зачет с оценкой, зачет без оценки. Я просто обращаю ваше внимание на то, что вот мне, там, я не помню, когда в четверг или в пятницу выдали вот эти замечательные ведомости и сказали, что вот так. Я думаю, что просто это закончится тем, что завтра вы мне принесете другую исправленную ведомость. Или вам дадут какие-нибудь квиточки индивидуальные, как будто вы сдаете экзамен. В общем, я просто хочу сказать, что если вдруг что, вот такая вот ведомость с зачетами у меня уже есть, я вам ее, опять же, могу отдать. Она неправильная. Неправильная. Мы уже спросили. Я понимаю, да, но у них может снова поменяться точка зрения, у них 5-7 пятница в неделе. Ну, у них просто, они, им Люповский поменял, а они в системе не поменяли из-за этого. Все нормально, ничего страшного. То есть, у меня, конечно, в два раза больше работы, но ничего, это я справлюсь. Еще один очень маленький вопрос, можно, пожалуйста? Да, конечно. Принимать экзамен будете только вы или еще Марина Александровна? Нет, только я. Все, хорошо. Ну, слушайте, ну, 6 человек, но на самом деле мы управимся там за 2 часа. Ну, плюс, я не знаю, там, час на подготовку. Так, значит, если я правильно понял, мы приходим к 10, тянем один билет, готовимся к нему с чем угодно, отвечаем его с пустым листочком, и вы говорите, что задачи вы задаете обычно только когда есть претензии к оценке. Да, но если хотите, Игорь, я вам могу задачу дать хоть сейчас. Нет, спасибо, это как раз мой следующий вопрос, глупый. Так, хорошо, значит, это относится в том числе к экзаменам. Это относится в том числе к экзаменам. Пожалуйста, хотите задачу порешать? Нет проблем. Нет, спасибо, мне и так хорошо. Вам и так хорошо. Ну, замечательно. У меня был, по-моему, случай, один раз человек начал сдавать экзамены, довольно быстро сказал, что вы можете дать мне сложную задачу, чтобы я, значит, ее решил вместо экзамена. Я взял одну задачу из-за домашнего задания, чуть-чуть ее модифицировал, значит, добавил там какие-то два слова. Ну, все, человек ее решал потом часа два. Еще вопросы? На всякий случай, вот эту консультацию я сейчас запишу и выставлю на сайт курса, в частности, для того, чтобы у студентов ИТМО, у всех была возможность ее посмотреть. Если вдруг, коллеги из ИТМО, какие-то возникнут вопросы, я понимаю, что у вас еще один день на подготовку, многие, наверное, вообще конспект не открывали, потому что вопросов от вас почти нету, значит, ну, кроме Захара, который демонстрирует то ли свою вредность, то ли, значит, свою готовность сдавать экзамен хоть завтра. Значит, я могу себе представить ситуацию, что у вас возникнут какие-то вопросы завтра, и вы захотите их обсудить. В принципе, можно договориться еще на короткую сессию по Зуму, где-то завтра, я не знаю, там, в пять или в шесть вечера. Вы можете обсудить это с вашим преподавателем, если что, пожалуйста. Ну, все, я не знаю, я все, что мог, я сказал, значит, все остальные заснули, отдыхают и так далее, успехов, готовьтесь к экзамену, завтра увидимся в 10 утра в нашей обычной аудитории. Все, всего хорошего, до завтра. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания.